Глава региона в ходе рабочего визита ознакомился с работой крестьянского хозяйства ЕКПН-2002, расположенного в селе Благовещенко Жамбулского района. Хозяйство занимается разведением овец породы едельба с 2016 года и с тех пор только набирает обороты. В 2016 году мы получили первую партию овец. Завезли с села Берлик Западно-Казахстанской области. В 2021 году мы закупили еще партию овец на сумму 159 миллионов тенге, выделенную социально-предпринимательской корпорацией Солтостык. Продукция продается и очень ценится в регионе. Глава региона дал хозяйству положительную оценку и поручил руководству района содействовать его росту и развитию. Кроме того, Аким области посетил то Атамикен Агро, расположенного в этом же населенном пункте. По словам директора, весенние пассивные работы в этом году прошли успешно. У хозяйства, видите, есть два мини-элеватора и ток хозяйства 38 тысяч. Они сейчас на данный момент уже почти пустые, скоро будет фунегация, мы будем готовы принимать. Они находятся здесь в пределах 1,90 километров, другой находится в 20 километрах от поселка. Два токового хозяйства, которые есть. И вот еще мы, кроме этого, за два года, в принципе говоря, инвестиции были большие. И вот опять я просветили Хоршлип, вот эти, которые тоже немецкие. Еще один местный житель, Владимир Мысов, занимается животноводством. В его хозяйстве насчитывают 32 головы лошадей. По словам главы крестьянского хозяйства, в дальнейшем планируется увеличить этот показатель. Для этих целей они ждут помощи от государственного проекта Оула Манаты. Основные цели наши, развитие коневодства, начали уже заниматься. Производство высококачественного мяса и молочных изделий. В принципе, здания уже предварительно есть, благовещенники два здания присмотрели. Если поможете, с вашей помощью. Аким области положительно оценил проводимую работу и отметил, что будет оказана всевозможная помощь. Для этого он поручил Акиму района взять этот вопрос на личный контроль. Ну, ребят, они только начинают, посмотрите на законных основаниях, что можно сделать спецфонд. Они могут реализовывать только спецфонд, через аукцион, вы можете там участвовать. А здесь уже надо будет посмотреть законы, они молодцы, здорово, надо помогать. Помогать, когда вы поручились, хорошо, посмотрите, что можно сделать. Также глава региона оценил ход строительства молочно-товарной фермы ТОО «Агротехника Жамбул», расположенной в населенном пункте Пресновка. Основанное в 2003 году хозяйство сегодня занимается выращиванием зерновых и масличных культур на более чем 14 тысячах гектарах. В настоящее время начато строительство молочно-товарной фермы на 400 голов галшетинской породы крупного рогатого скота. Сдача объекта планируется в ноябре 2024 года. Ну, проект где-то в пределах 2-2,5 миллиарда тенге. Это у нас будет 800, это нам СПК дает на оборудование и на животных. Миллиард 300, это мы берем в Исламском банках, альфилеаль дает, и в пределах 300-400 тысяч. Планируем 20 рабочих мест на первом этапе, но в дальнейшем мы уже проект делаем так, чтобы можно было сделать зеркальную ферму и поставить еще на 400. С расширением, да, с расширением, ну и соответственно до 800 голов, и рабочих мест за 35-40. Во время рабочей поездки Акимобласти также ознакомился с ремонтом дорог в Жамбылском районе. Ремонт дороги от села Преснарядуть до областной границы завершен на 90%. На эту работу выделены средства на сумму 100 миллионов тенге. Сейчас находимся на объекте Преснарядуть, граница области. В том году была заготовка материала, освоена 100 миллионов, в этом году проект практически завершен на 90%. Следующий проект у нас железная, граница области. Один и тот же подрядчик, также реализуется новый проект, обуденная кабань. 4,4 километра на сегодняшний день конкурсные процедуры идут. Акимобласти проинспектировал выполнение работы, поручил подрядной организации построить качественную дорогу. Когда вы закончите дорогу эту? Ну, 90% закончено, до конца месяца. Когда закончите? До конца месяца закончилось. Давайте, качественно. Кто у нас их называет? Сопах, волосы. Давайте, качественно проверяйте. В ходе рабочей поездки Акимобласти также посетил новую пекарню в селе Преснарядуть. Раньше в деревне пекарни никогда не было. Она производит около 500 единиц хлеба в день. Пока на этом предприятии работают два человека. В дальнейшем предполагается увеличение рабочих мест. Выпечка, производительность пекарни, где-то около 500 булок. 500 булок? Да. Но для нашей деревни нам от 150 до 200 булок хватает. Вот так вот сейчас работает. Вы сами живете здесь? Да, да, постоянно. Вы сами живете здесь? Да, да. Чем занимаетесь? Директор ТОО. Директор ТОО. Сеете? Да, да. Сколько сеете? 2 208 гектаров. Ну, хорошо. Сколько человек работает у вас? 18 человек. Зарплата какая? От 150 до 220 и выше. Также в селе Преснарядуть в рамках программы АУЛ-Ельбисэга строится культурно-досуговый центр на месте бывшего торгового центра. Общая сумма проекта – 200 миллионов тенге. Акимобласти также ознакомился с ходом работ. А подрядная организация какая? Подрядная организация. Вон, представитель, я понял, как называется. Что это дизайнер? Что это дизайнер? Это Петропавловск? Петропавловск. Затем глава региона оценил работы по благоустройству центра Пресновского сельского округа, которые осуществляются в рамках проекта «Таза Казахстан». Общая стоимость проекта составляет 274 миллиона 385 тысяч тенге. На этот год выделены средства на сумму 150 миллионов тенге. Здесь планируется велосипедная дорожка, зона для воркаута и детская площадка. Также планируется действие установки детской площадки. В ходе рабочей поездки Аким области также посетил детский летний оздоровительный лагерь «Лесная поляна». В этом сезоне планируется принять около 300 детей. Особенность этого лагеря заключается в популяризации казахских национальных игр и приобщении к патриотизму. Глава региона дал положительную оценку проводимой работе в необычном детском лагере и поручил уделить особое внимание здоровью детей. Одним из последних объектов в ходе рабочей поездки стало крестьянское хозяйство «Шатила» и компания в селе Казанка. Там Аким области встретился с руководителем нескольких крестьянских хозяйств Жамбулского района и рассказал об общих целях и задачах. Сегодня по финансированию, вы знаете, я сейчас цифры не хочу говорить, по финансированию, сегодня беспрецедентные меры, которые сегодня оказывает государство. Вот по Киндале-2, вы сейчас знаете, да, вот около 20 миллиардов тенге мы заявок собрали, поэтому деньги есть, до 50 миллиардов тенге мы можем дать. В завершении рабочей поездки глава региона провел встречу с жителями Жамбулского района. Там Аким района и Аким области отчитались перед населением о проводимой работе. В сфере сельского хозяйства за пять месяцев текущего года произведено валовую продукцию на сумму 2,8 миллиардов тенге. Для улучшения продуктивности поля в текущем году планируется внести 19,1 тысяч тонн минеральных удобрений на площади 272 тысячи гектаров. Процент обновления сельхозтехники по итогам прошлого года составил 3,6 процентов. Это было приобретено 113 единиц техники на 5,4 миллиарда тенге. В ходе собрания жители получили возможность задать вопросы представителям власти. Аким области в своем обращении поручил руководству района взять на личный контроль все возникающие вопросы и в ближайшее время найти решение.